Галина продолжение. Саженец не обрезала, но он принялся. Прошло два года, а груша не растет вверх. Уже и плоды дала. А все сидит маленькая, посоветуйте. Сейчас уже, наверное, ничего делать не надо. Надо было сразу половину отрезать, потому что она часто не растет. Почему? У нее наверняка искалеченные корни были. Сейчас она еще выздоравливает. Вот корни отрастают, корни залечиваются. Это называется выздоровление. А то, что дает плоды, радуйтесь этому, но сильно не радуйтесь. Потому что она и дает плоды в отчаянии. Раз болею, дам плоды. Может, хотя бы детям и пригодятся, когда я умру. Короче, получается ждать весны. И дальше ждать. Два года прошло. А вы раз не обрезали, теперь уже надо просто ждать. Сергей Саратов. Ну, если бы я увидел фотографию, может, я бы сказал, весной раннего отрежья там-то и там-то. Но это надо видеть. Сергей Саратов. Книгу тоже читаю обрывками, так как заранее. Я по себе наизусть знаю. Спасибо вам за то, что вы знаете наизусть. Читаю и закрепляю знания. Спасибо. Интуитивно согласен, что мне изложено. Влад, Нижний Новгород. Насколько хорошо приваются ваши культурные абрикосы друг на друга, если ничего не стимы. Ни разу в жизни я не привал к культурные абрикосы. Условно культурные абрикосы можно назвать синагомо-мазурский абрикос. Если мазурский абрикос имеет вокруг несколько супругов. Самый скромный, самый роскошный – это Королевский, Манитоба и так далее. Вот. Получается, что уже, вы знаете, выгодно не обронишь. И он деньги не выбрасывал, когда он у меня купил саженцы. Вот такие вот я уже. Да, фасус. Вот такие вот. А потом из них выросли мощные деревья. И все разные. И все вкусные. Его слова лично мне сказали. Даже богом клюнув, что он сказал. Все вкусные. Хотя они были уже и не мажорцы, но еще мелкие. Ну, допустим, 20-30 грамм. У него, по-моему, было самое крупное – 35-37, что ли. Вот. Можно ли считать культурными? Я не знаю. Но у меня-то вы их выписываете в основном. Я советую выписывать не чистые мажорцы. Хотя они тоже чуть-чуть оккультурились. Но они уже не дикорились. А именно сыновья. Сыновья номер 1, сыновья номер 2. Косочки сыновья номер 3, номер 3, номер 5. А еще есть смесь. Там еще есть 6-8. Это все в одной куче. У них у всех практически культурные папы. Иначе бы у Маулина и у меня они были все разные. Да не только уже у нас. Я их называю полу-культурными. На всякий случай, чтобы меня за язык опять не поймали. Вот. Я их называю полу-культурными. И на них-то я прерывал. И Сергей прерывал. И вы прерываете. Многие из вас, кто уже выписал, да? Вот если их считать за культурные, то получается, если несовместимые, чем они ближе по родству, тем у них ближе, тем у них больше совместимость. Вот такой мой ответ. А вы сами понимаете, чистый Манчжуриц – это Манчжуриц. А сыновья, они еще имеют распап, значит, у них еще какие-то новые качества появились. И заранее сказать, что вы берете теперь академик и прививаете на сына номер, Манчжуриц номер пять, и что будет? А не лучше ли привить на сына номер три? Извините. Это уже за пределами возможностей и за пределами даже фантазии. Потому что может получиться чудо, а может мертвый саженец. Но, заканчивая эту речь, абсолютное большинство прекрасно приживутся. Именно настроение Ментора – это мировое открытие. Оно принадлежит Мачжурину-Железову. Ясно? Подумаешь, об этом наука до сих пор не ждает. А зачем им это надо? Чтобы у нас абрикосы по всей стране росли. Так, дальше получается. Егор, присоединяйтесь к нам в WhatsApp, кто еще не с нами. Ну-ка посмотрим, имеется в виду моя группа или мальчук это есть? А, Вова, Вова. Моя группа. Спасибо. Спасибо, спасибо за приглашение. Борис Тверь привил к трем отводкам взрослого, больше 10 лет, дичка яблони, ваши черепи. Как лучше убрать сам дичок яблони, чтобы не порыть отводки. А вот это уж вам придется на голову ломать. Обрезка на кольцо исключена. Будете ветки укорачивать, укорачивать, которые от дикой яблони постепенно. А конкретно это надо, конкретно подходить, видеть фотографию, или вы сами разберете. Раз у вас руки чесались, раз привилки пошли, теперь думайте, что это делается постепенно. Вот, постепенно убирайте дичок. А полностью нам никогда убирать не надо. Так, Егор, Томск. Олег Васильевич, подскажите про абрикос Саратовский рубин. И пойдет, то Сибирь как несобственным, или только нам придется пробовать привать. Дело вовсе, вы знаете, почему у меня нет его Саратовского рубина? Казалось бы, мы дружили с его автором, так, с Голубевым. Умнейший мужик. Однажды я был шокирован, я был настолько потрясен, тогда я еще был самым забанен, еще только пока меня пинали, и у меня до сих пор, если он меня услышит когда-нибудь, Голубев. У меня хранится его письмо. Это был фактически отчет о его деятельности. Я посмотрел, это гигант, это человечище, это садоводище, как еще сказать, это мамонт посреди этих самых плебеев, или как там, посреди, подпигмеев. Он пошел своим путем, ему было тоже нелегко. Я уж отвлекся, но я не могу иначе. Он какое-то время работал в крупнейшем питомнике России в этом самом, в садах Сибири. Я посмотрел, как ему там было нелегко, хотя вроде бы это должно было. Потом он опять ушел. Где он сейчас? Я даже, ну, там переписка, она и закончилась еще на том уровне, когда я был еще настолько зеленый, что знал то, что сейчас рассказываю, но люди не знали, что я уже знаю правду. А что касается Саратовского рубина, я сто раз видел его на картинках. Он мне присылал фотографии Голда, любовался его. Но я его не брал в себе даже для коллекции. Понимаете? Вот думаю, у Байкалова свои сорта, и пусть будут свои. У него есть тоже потомство, дети. Пусть будут свои. У этого самого, у Голдева свое. И у меня нет до сих пор ни одного его саженца. Вот так получилось. Может быть, он меня услышит в каждом обиде, но чего ж такого нет. Но я не имел права их разложить и продавать. Живой автор. Уже надо делиться. Незадолго перед смертью этого самого, я всегда правду говорю, когда надо крестись, видите? Ну, чтобы поверили. Значит, когда Боднер еще был живой, я его один раз встретил случайно. Он был с сыном на машине. Я подошел, достаю из кармана 4 тысячи рублей и говорю, это Борис тебе. За что? Я говорю, а это, ты же мне дал право называть черешни, черешня Боднера дал. Но я-то, скотина, еще и продавал, веточки не продавал, дерево гибнуто. А эти косточки-то продавал, уже сам вырастил, продавал. Вот 4 тысячи, это компенсация. Не возьму, ничего, все, продавай, черно, все. Я его силой сунул, сына его, Алексея, свидетель, силой сунул эти 4 тысячи. А что я должен был тогда, Голубеву, если бы я вдруг начал продавать, саратовский рубин, сорт этот раскручен, сильно раскручен. И представляете, все честно. Допустим, я беру и продаю за несколько саженцев, вырастил у себя, начал черенки резать, продолжать и продавать. И вроде все честно. не смог себя переселить, и у меня нет, до сих пор нет, ни одного саженца, саратовского рубина. Но, повторяю, уникальный сорт. Обращайтесь прям к Голубеву, я надеюсь, живу здоров. Не знаю, почему он ушел из садов России, но, что делать, все знать не могу. Так. А и, я, естественно, продолжится, плевать не пробовал. Тут непонятно, вот, я же не знаю его происхождение. У него же есть родители у саратовского рубина. Я не знаю, он прошел, он вегативный гибрид, или он прошел путь, когда он скрещивал два сорта, получил уникальный сорт саратовский рубин. У него есть папа и мама. Совместимы ли они с Манджурсом? Манджурс – это Дальний Восток. То есть, получается, что редкий случай, когда я не мог сказать правду. Манджурс, плевать. А, тут хитро, пробовать, плевать. Конечно, пробовать. Видите, какой невнимательный. Пробовать, плевать. Так, Сергей Саратов. Всю жизнь думал, как обрезать или погубить дерево дурными советами. Но рука не поднималась. Познакомься с в сети мои мысли и знания начали подтверждаться мудрыми трудами в новом начерке. Спасибо за мудрые труды. Вот. И вы не первые, у кого рука не поднимается. Вот. У меня поднялась два пипель и если дерево у меня было папировка, своими руками только начали плодоносить. Только урожая. Первое мое дерево. У меня было 4, четвертая была, четвертая была, надо забыла. Короче, если это ты дерево собственными руками уничтожил. Уже вот такие ветки отрезал в основании сам. Ну, мне это надо было, но зато пусть я набил шишки. Пусть я не как вы, вы интуитивно, а я сперва уничтожил, а потом поумел. Зато теперь прогляю тех, кто учит вот эти самые. Вот. Вставляйте вот. Я не могу никак успокоиться. Если бы нас с братом и сыном не оскорбляли бы, не оскорбляли бы. Вот. Вот за это вот. Вы интуитивно, интересно, как вы это восприняли, вот это вот, вот это тихий ужас. Сейчас покажу. Я потом покажу все, все, что я хотел, все, что наболело. Все, что дурь. Вот. Вы понимаете? Женщина, ни в чем не виновата. 7 лет не плодоносим груши. Что мне делать? Гражданка Исаакова требует отрезать. Первый раз сказал, я написал 50, то раз 60. Представляете? Отрезаем эту ветку. Я бы страшнее был в жизни. Вот человек возьмет, допустим, послушал. Вот это страшно, рано. Площадь больше, чем диаметр самого дерева. Раз. Вторая, пусть поменьше. Два. Три. Четыре. Это дерево должно сто процентов умереть. Сто процентов. За что? Как можно? И это в очередной этикой называют. Почему? Продолжаю. Вы посоветовали уничтожить груши, уничтожить, оскорбили семью Женщина, не извинились, ошибку не признали, а польза от вас все-таки есть. А знаете, почему? Дальше хожу по своему саду, вижу прекрасную венгерку сливу привитый на абрикос, а дальше начинаю я священно действовать. Понимаете? Учить. Если бы тогда не начали бы это, просто промолчали бы, сделали дурь, сказали отрезать четыре ветки. Но если бы этого не сделали, не было бы дальше, польза от вас какая. Что-то раскрываю. 200 вебинаров, все, половина вам посвящена. Вот. Вот Ирина Савельевич, это она же написала, что надо наблюдать. Вот. Ну, теперь возвращаясь там, где был. Смотрим еще, смотрите, никто не уходит, давайте дальше смотреть. хотя в наше время сад в саду. В саду. Муравейники надо огородить. Вот. И поменьше шлятся там, где муравьи работают. Мест посадки саженцев и самого хозяина сада. Солнце греет даже в самую пасловую погоду. Украине зря темного цвета, белить, сад вредить. Верно? Кто кому пол-литра должен? Скорее, уже скучно, много я бы того должен. Почему? Вы упомянули самую пасловную погоду. Я сколько раз был в самую пасловную погоду. В холодную, бывает даже минусовую. Но мы ходим греться в машину. В чем разница? Мотор это, мертвый, то есть холодный, а в машине тепло. Это тот же самый парник, это та же самая теплица. Разве можно дерево лишать этого самого темного цвета? Так, побелил дерево. Аналогия. Облезь свое тело битому и ходи радуешься за гором. Ну, что я скажу? Сергей, спасибо за поддержку. Мезинов от обработок у деревьев в случае того, что у человека при дисбактериозе выводы делайте сами. Олег Олегович еще там говорит. По вас уже давно этот брянский инсульт плачет. Он плачет, брянский инсульт, но он еще и сам не знает. Вот. Давно пора это менять. Самое малое для вас это какая-то должность зам по науке и еще зам по производству. Нет. Да просто этим директор института и точка. Вот тогда будет брянская область покрылась посадами. Влад, лимонка Чернебаева из Казахстана? Это, видимо, хора нет, бог бар. Да, так ли? я не знаю. И даже выяснять она не буду. Вот. Если только случайно. Вы знаете, колова вот такая от сотни открытых вопросов. Вот. Если можно, я не буду отвечать. Откуда? Вот. Сергей Саратов, спасибо, что купили. Олег. Теперь не жду возможности заказать СРНТ. Свои деревья не режу принципиально. Поэтому готов. В дискоте не ходил. Да я бы тоже не режу. Я должен обидеться. Орежьте свои. Вот. Что ко мне полезли. Но я не могу. Мне деньги нужны. Вот. Я живу на пенсии. Я сотни тысяч, что я каждый год зарабатываю и на себя ни копейки не трачу. Это моя гордость. Это мое призвание. Вокруг столько беды. Залив корни водой иногда интерпретируется как защита от грызунов. Ой. Испугали. Что бы они не делали вниз под корнями. Знаете, когда гробят дерево, чтобы выжать грызунов, может быть, нескольких вы утопите. Но это то же самое, что в анекдоте, когда слуга от слуги требует закрой форточки я не собираюсь обогревать всю вселенную. Хватит этих самых грызунов. Знаете, когда они будут тонуть, вот Снегирова отвечает, полушутя, когда они будут тонуть, знаете, что они будут кричать вам? Всех не перетопить. грызунов.